Святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь 1032 года назад. С того момента она пошла по историческому пути византийского христианства. Это стало толчком для развития государства и интеграции в европейский мир. С 2010 года в России праздник крещения Руси стал не только церковным, но и светским. В полдень по всей стране разлетелся колокольный звон. В честь дня крещения Руси в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви проводят богослужения и особые молебны. В храме царственных страстотерпцев благовестный звон сыграл сын диакона Максима Константин Макарцев. Юноша обучается этому с малых лет в православной гимназии. Я учусь в православной гимназии. Меня там обучают колокольному звону. Хочу поздравить всех саровчан с праздником крещения Руси. И мне выпала честь позвонить на этот святой праздник в колокола. 12 часов. День крещения Руси имеет символическое значение. Он объединяет славянские народы, которые приняли православную веру. Впервые единовременный перезвон прозвучал в православных храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Казахстана в 2012 году. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.